Рассказать вам сказку Про белого бычка Мы с ним уходим Все дальше и дальше Мой бычок Заметно подрос Но он все же мал Для такой далекой дороги И чтобы его подводить Я рассказывал ему сказку О белом бычке Который ушел из дома Потому что там его не хотели понять Белые ворона Может быть белые ворота Может быть новые ворота Может быть новая корыта Лошадь качает головой Баран морщит лоб Свинья задирает свой пятак Будто это не пятак А бог весть какое сокровище И все вместе они не могут Понять того Что кажется так понятно Неужели на белом свете Для белого бычка Не найдется белые вороны Всего несколько слов И вот бычок Уже твердо стоит на ногах И вот он даже бежит В припрыжку Он как-нибудь Ни лошадь, ни баран, ни свинья Которые верят только тому Что у них под носом И пусть он видел Одних черных ворон Все равно Он верит Он знает Что где-то есть 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 она на свете Белая ворона Так мы идем То еле плетемся Спотыкаемся То пускаемся вскачь Наверстывая упущенное И вдруг Сначала трудно поверить Впереди возникает Что-то белое Мы с бычком Поменялись ролями Теперь он Тащит меня на веревки Он бежит впереди Потому что у него вдвое больше ног И в четверо меньше соображения Я-то сразу сообразила Что это совсем не ворона А просто белая сказка Еще одна сказка на нашем пути Бычок останавливается Он замечает свою ошибку Вместо вороны Он видит снежные сугробы Ледяные поля И это мы видим с ним вместе Белую принцессу Снегурочку Му-у-у-у-у-у-у Говорит мой бичок Снегурочка вскрикивает И голос ее смешивается Созвоном разбитой сосульки Эту сосульку Она только что держала в руках И вот на земле кусочки льда а над ними стоит растерянная Снегурочка. Мне хочется что-нибудь ей сказать, как-то её утешить. Я говорю, скажите, пожалуйста, где вы достали такую сосульку? Я смотрю на Снегурочку и вдруг замечаю, что она тает. Капли катятся у неё из глаз всё крупнее, крупнее, и я боюсь, что сейчас она вовсе растает, и спешу объяснить свою мысль. Я только потому спросил, что красивая была сосулька. Правильнее, конечно, сказать, что Снегурочка красивая, но я боюсь, что она обидится, и поэтому говорю про сосульку. И всё равно ничего не помогает. Снегурочка тает буквально у меня на глазах. Послушайте, ну послушайте же меня! Я ведь только хотел сказать, что красивая была сосулька. И тут она перестала таять. Она просветлела и даже как будто чуть-чуть заискрилась. Да вы просто дурак! Сказала она и тут же поправила, чтобы меня не обидеть. Дурачок, вас случайно зовут не Иванушкой? Я не знаю, может быть, меня зовут Иванушкой-дурачком, а может, Иван-царевичем. Меня ещё никто не называл, потому что в нашей сказке никого не было, только я и вот этот бычок. Снегурочка замечает бычка. Ой, какой беленький! Он у вас не из снега? Нет, он из шерсти. А у вас это что, тропинка? Мы можем пройтись по этой тропинке. Тропинка у неё узенькая. Вдвоём ещё ничего, а третьему никак не поместится. И он, третий, побежал впереди, зарываясь в снег и то и дело пропадая из вида. Тихо, как у вас? Тихо. Я люблю тишину. Я замолчал. Снегурочка не ответила. И вот тишина завладела нашим разговором. Выстеснила из него все слова, которые вдруг оказались лишними. Тишина повисла в воздухе, залегла в снегу, и только на тропинке чуть-чуть слышался скрип наших шагов. Мой бычок попал в родную стихию. Вокруг всё белым-бело, и он белый сливается с общим цветом. Мне то и дело приходится его искать, а он и рад, ему весело. Пускай порезвится, думаю я. Сегодня порезвится, а уж завтра... О том, что будет завтра, я стараюсь не думать. Завтра мы простимся с нашей снегурочкой и опять будем вдвоём. Мы выйдем на большую дорогу, и каждый шаг будет нас от неё удалять. А к чему приближать, неизвестно. Я смотрю на снегурочку, и она знает, что я на неё смотрю, хотя глаза у неё опущены. И она говорит, как это всё-таки много, немножко тепла, мне его всегда не хватало. Казалось, всё хорошо, и желать больше нечего, только бы вот чуточку, капельку тепла. Потом мы молчим, потом опять говорит снегурочка. Вот эти снежинки, посмотри, как они блестят, будто и похожи, но каждая по-своему. Я смотрю на ровную снежную пелену и не вижу в ней ни одной снежинки. На небе они не такие, хотя там они ярче, но какие-то слишком холодные. Ты говоришь о звёздах? Да, в небе их называют так, а на земле они просто снежинки. Я не очень понимаю, о чём она говорит, а просто слушаю её голос. Конечно, хорошо быть звездой, мерцать среди неба и не думать о том, что делается внизу, но бывает звезда задумается, и тогда она падает на землю снежинкой. Видишь, сколько их всюду, звёзд, которые вспомнили о земле. Мы оба молчим. И всё молчит вокруг нас, и нам так уютно в этом общем молчании. Мы слушаем тишину. На землю спускаются сумерки и похищают у нас нашу белую сказку. Мы сидим на скамейке на маленьком островке, но это нисколько не страшно. Мы сидим на скамейке и слушаем тишину. «Наконец-то», говорит тишина, «наконец-то вы нашли свою сказку. Вот такая ночь и скамеечка, на которой можно сидеть вдвоём. Чего больше искать на свете?» Снегурочка придвигается ко мне, а я отодвигаюсь, чтобы она могла сесть поудобнее. «Сидеть вдвоём», говорит тишина, «ведь это самая лучшая сказка». Лёгкий шорох. Это завозился в снегу наш бычок. Наш бычок сегодня устал. У него было столько впечатлений. У меня тоже было много впечатлений, и я благодарен за это Снегурочке. Мне хочется для неё что-нибудь сделать, ведь ей, бедняжке, всегда не хватало тепла. Немножко тепла. И нам будет совсем уютно. Огонёк побежал по щепочке и, не удержавшись, свалился в снег. За ним свалился второй, и только третий, умудрённый опытом своих предшественников, сумел устоять. Он осторожно ступил на щепочку, побалансировал для равновесия и сделал ещё шаг. Опять побалансировал, поколебался на месте, словно собираясь вернуться, и пошёл вперёд. Твёрдо, уверенно, как будто под ним была не щепочка, а толстая полена. Где-то на середине пути он подпрыгнул, ухватился за верхнюю щепочку, подтянуться и стать на неё было пустяшным делом, но фокус тут был в другом. Огонёк прыгнул на верхнюю щепочку и в то же время остался на нижней, и из одного огонька стало два. Тут-то и началось веселье. Огоньки прыгали по щепочке и двоились у нас на глазах. Они забирались всё выше и выше и, наконец, забрались так высоко, что оторвались от щепок и повисли в воздухе, соединившись в один большой огонь. — Ну как? — спросил я. Она не ответила. — Правда, красиво! Она не отозвалась. Я посмотрел на неё. Снегурчика молча таяла. Звёзды-снежинки вспыхивают при свете огня одна за другой, вспыхивают и гаснут. Они прилетели издалека, опустились с самого неба, чтобы погаснуть здесь на земле. — Снегурочка! — говорю я. — Ну не надо, прошу тебя. Я не могу смотреть, как ты таешь. Когда ты таешь, мне хочется растаять вместе с тобой. Мне хочется, но я не таю. Я не могу выжить из себя ни одной капельки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok